К разбору сегодняшней хмуры Натальи Львовны, но Питер, Питер, можно приступить к разбору основной нашей с вами темы. Очень важную проблему мы будем с вами обсуждать сегодня. Перевоскулярное воспаление в коже – это купероз и акнорозация. Купероз и розаце. Поговорим о препаратах домашнего ухода, профилирующих профессиональные уходы, инвазивные, неинвазивные. И немножечко поговорим о системных препаратах, какие биологически активные добавки к пищу мы можем с вами назначить и порекомендовать нашему с вами пациенту с проблемой перевоскулярного воспаления. Купероз и розаце. Сосудистый морфотип. Буквально недавно мы с вами разбирали нейрогенное, проблему нейрогенного воспаления, чувствительная кожа. И помните, мы с вами говорили о том, что эти два типа воспаления взаимосвязаны. Нейрогенное воспаление и сосудистое. Взаимосвязаны. Бывают такие пациенты, у которых сосудистое воспаление изолировано от нейрогенного. Оно существует в чистом виде, если можно так сказать. Нет признаков нейрогенного. То есть эпидермис кожи нечувствительна. Абсолютно адекватный порог чувствительности. Кожа реагирует нормально на какие-то внешние экзогенные раздражители, на физические, на контакт с кожей различных веществ, на химические раздражители, на температурные раздражители. Есть такие у меня пациенты, но у них такая сосудистая проблема. Я бы это назвал таким, когда сосуды реагируют на эмоции. Такой вот, ну не воскулит, а такой ангионевроз. Ангионевроз. Собираешь у пациента анамнез, спрашиваешь, когда у вас появилась такая проблема. Ну, сдаешь вопросы к астайм, анамнез морви, анамнез витер, уточняешь жалобы пациента. И что-то животрепещущее задеваешь, какой-то вопрос, тут же выброс каких-то нейромедиаторов, адреналин, норадреналин. И сразу кожа вспыхивает. Такой вот ангионевроз. Очень реагирует кожа на нейротрансмиттеры, на выброс, на либерацию каких-либо нейротрансмиттеров. Когда общаетесь с пациентом, собираете анамнез, обращайте, пожалуйста, на это внимание. Если кожа дает такую эритему, яркую вспышку, сразу отечность возникает, такая пастозность. Это, в общем-то, речь идет о ангионеврозе. Сосудистое воспаление, еще его называют перевоскулярное, формируется вокруг сосудов. И речь идет о нарушении основного свойства сосудов. Какое основное свойство у микрокапилляров? Основная функция, конечно, какая-то трофическая. При, в общем-то, гуморальную трофику реализовать тканям. С артериальной кровью клетки, ткани нашего организма получают кислород, получают питательные вещества, какие-то нейрогормоны поступают к клеткам. И с венозной кровью происходит отток. Удаляются продукты жизнедеятельности, различные токсины и так далее. И вот у нас постоянно происходит такой кровоток, круговорот крови. Притекает артериальная, утекает эта функция. Обеспечить гуморальную трофику, питание сосудистое, питание клеток и элиминировать, удалить продукты жизнедеятельности. Так вот, эта функция через какое свойство реализуется? Основное свойство наших микрокапилляров, микроциркуляторного русла – это избирательная проницаемость, полупроницаемость. То есть через эту тоненькую стеночку, через этот микрокапилляр… Сейчас я его вам даже нарисую. Иногда я такие художества рисую своему пациенту. Самый тоненький капилляр состоит из одного слоя. Вот такие клетки, эндотелиоциты. И вот еще слой. Это клетки такие вытянутые. Эндотелиоциты – это настолько тоненький капилляр, что даже эритроциты, для того чтобы протиснуться через этот тоненький капилляр, эти диски двояко вогнутые, они вытягиваются в такую трубочку. И вот как трубочка они протискивают через этот узенький капилляр. И в основном диффузия питательных веществ, прямая и обратная диффузия, происходит через вот эти поры, которые находятся между эндотелиоцитами. Какие-то питательные вещества из сосуда переходят в межклеточное пространство, и продукты обмена уходят, наоборот, в капилляр. И вот основная функция этого микрокапилляра, как сеточки, избирательная проницаемость. То есть пропускать то, что нужно, какие-то питательные, полезные вещества, и не допускать ни в коем случае выхода каких-то ненужных субстратов. Мы это сами называем гистогематическим барьером. Это гистогематический барьер, то есть то, что не нужно, не должно проходить ни туда, ни обратно. И вот проблема у наших пациентов с акнорозацией и с куперозом возникает как раз-таки по причине нарушения этой полупроницаемости, этой избирательной проницаемости. Посмотрите, лейкоцит, например, его красным цветом нарисовал. Не подумайте, что это эритроцит. Нет, это лейкоцит. Он никогда не должен выходить. А тут, понимаете, поры увеличены, поры расширены между эндотелиоцитами. Слишком большое расстояние между клетками. И вот через это расширенное пространство может в перевоскулярную зону вокруг сосуда выходить все, чему не попадет. Могут проникнуть крупные цики, циркулирующие иммунные комплексы. И тогда иммунное воспаление может у нас из сосудистого русла перейти в перевоскулярную зону. И как это будет проявляться? Это будет проявляться отеком, эритемой, зудом. Вот почему. Съел мандаринку, съел какую-нибудь апельсинку и зачесалось лицо, и эритема, и отек сразу, внутренняя поверхность локтевого сгиба. Почему? Да потому что вот все эти вещества, аллергены, цики, которые не должны в норме выходить из перевоскулярного пространства, они вот вам, пожалуйста, вышли. То есть вынесли этот ссор из... Да, говорят же в народе, что нельзя, не надо выносить ссор из избы. Все проблемы пусть сдаются внутри помещения. А тут вот хоба и произошло то, что и не должно произойти. Все это, весь этот ссор вышел из избы в перевоскулярное пространство. Теперь все в курсе, что же там происходит, какие проблемы есть внутри сосуда. Лучше бы они оставались, конечно, внутри. И вот лейкоциты сами по себе тоже могут путем диапидеза просачиваться. И все эти типы воспаления из сосуда, все эти вещества проникают в перевоскулярную зону вокруг сосуда, и там начинается воспаление. И, конечно же, оно у нас хроническое, да, как правило, протекает волнообразно. Период ремиссии, период рецидива, да, опять ремиссия, уменьшение проявления заболевания, рецидив, обострение. Хроническое такое вот перемежающее течение. Перемежается период обострения с ремиссией. Очень часто такая проблема связана не только с психоэмоциональными состояниями пациента, вот с этими нейротрансмиттерами. Очень часто связана еще с характером питания такая проблема. Допустим, злоупотребляет пациент какими-то такими веществами раздражающими. Например, острая пища, да, любит там перчика добавить в еду ваш пациент, любит острое, соленое, пряности в избытке. Все яд и все лекарства между ними дозы, как правило, перед дозировкой вызывают проблему. Умеренное употребление чего бы то ни было никогда не создаст проблему. Углеводы, углеводы вредят, жиры, калории, нет, конечно, все остается очень полезным и благотворным, благоприятным для нашего организма, пока не происходит избыток. И избыток, профицит вызывает проблему. Все яд и все лекарства между ними дозы. То есть в небольшом количестве, там, раз в недельку можно позволить себе и мороженку, и пироженку, и что-то остренькое, солененькое и так далее. Но вот наши пациенты имеют такую проблему, нарушение избирательной проницаемости, которая, в свою очередь, может быть генетически детерминированной, да, какие-то там поломки генетические, какие-то там аллельные гены проблемные. Можно, конечно, сделать, да, генетический профиль посмотреть. И также на генетическую детерминату этой проблемы указывает отягощенный анамнез, отягощенный семейный анамнез. И тот факт, что дебют этого заболевания, этой проблемы у пациента был в молодом, в раннем возрасте. Скорее всего, это генетическая детермината. Радикально устранить проблему в таком случае мы, конечно, не сможем. Наша задача – облегчить жизнь пациенту, подобрать ему лечение, атопическое, системное, которое бы улучшило состояние вести пациента в ремиссию и как можно дольше ее продлить, пролонгировать. То есть радикально, конечно, генетически детерминированные проблемы мы решить не можем. Прогностически это неблагоприятный фактор. Мы не можем его вылечить, мы можем его ввести в ремиссию. И не забывайте, что лечение у нас в дерматологии и в косметологии подбирается методом проб и ошибок, эмпирическим путем. Подбираем, пробуем различные комбинации, различные варианты, пока не увидим значимых клинических результатов. Сам пациент скажет, что это мне очень хорошо подошло, например, крем ДФН+, дайте мне еще, пожалуйста. Проблема может быть экзогеной по внешним каким-то причинам сформированной. Гиповитаминозы, например, гиповитаминоз С, дефицит витамина С у пациентов, злоупотребляющих этанолом. Помните, что витамин С, аскорбиновая кислота и этанол, в общем, взаимоисключающий фактор и взаимоисключающие вещества. Витамин С ускоряет элиминацию этанола, поэтому есть смысл, если у вас есть цель избавить организм от остатков этанола, например, вчерашнего, перебрали с алкоголем, можно применить достаточно приличную дозу витамина С, ускоряет элиминацию этанола. Но и у них взаимообратный клиренс. Витамин С ускоряет элиминацию этанола, а этанол ускоряет элиминацию витамина С. Взаимообратный клиренс у витамина С с этанолом. Поэтому наши пациенты, регулярно закладывающие этанол, которые привыкли расслабляться, снимать стресс каждый вечер, при помощи алкоголь, содержащих напитков, каких-то продуктов, имеют у нас проблему дефицит. Добрый вечер, Оксана Петровна, рад вас, в общем-то, лицезреть. И вот пациенты, злоупотребляющие этанолом, имеют проблему с дефицитом витамина С. Витамин С у нас от слова цинга, это антипротивоцинготный витамин. Нарушается синтез коллагена в нашем организме. Помните, что нет витамина С, нет коллагена основного белка в нашем организме. Дефицит витамина С влечет за собой дефицит коллагена, так называемую коллагенопатию или интерстициальную недостаточность. И, следовательно, у нас возникают проблемы с дефицитом коллагена. Сосуды, суставы, связки, дерма, то есть фактический дефицит витамина С – это фактор проэйдж. Это прогерический фактор, это фактор, способствующий ускорению старения. Причем не только кожи как органа, но и всех органов и систем, и в том числе сердечно-сосудистой системы. Почему? Потому что дефицит коллагена приводит к нарушению вот этой избирательной проницаемости. Потому что каждый микрокапилляр, каждый сосуд… Сейчас я коллаген таким вот персиковым цветом, вот такой вот нежный цвет. Вот посмотрите, наш микрокапилляр как пружиной окутан сетью коллагеновых волокон, который обеспечивает ему такой вот корсет. Дефицит коллагена приводит к тому, что коллагеновых волокон недостаточно. Но фибробласты не могут, точнее, фибробласты уже не имеют к этому отношения. Пролин гидроксилаза – фермент, зависящий от двухвалентного железа, который и формирует полноценный коллагеновый волокон, трехспиральный коллаген, зависит от двухвалентного железа, которым и обеспечивает наш витамин С. Нет витамина С, пролин гидроксилаза не работает, коллаген полноценный не сформирован, сосуд, вот эта строма у сосуда нарушена, корсет такой слабенький, не затянули корсет на животике, к чему это привело? К пролапсу. Животик у нас пролабируется, плен хаптос, все это опускается, но примерно то же самое происходит и с сосудом. Нет корсета у сосуда, сосуд дилятирует, в результате дилитации увеличивается пространство между эндотелиоцитами, нарушается барьерное свойство сосуда, избирательная проницаемость, нарушается гистогематический барьер, и из сосуда в перевускулярную зону, как всегда, начинают проникать различные ненужные факторы, циркулирующий иммунный комплекс, аллергены, сами лейкоциты начинают выползать через эту широкую сеточку. В общем-то, конечно, начинаются проблемы, нарушение иннервации сосуда, нарушение строма, структуры сосуда, дефицит коллагена, который в свою очередь формируется по причине дефицита витамина С, вот такие вот проблемы, плюс генетические проблемы, но они могут сочетаться. Например, пациент имеет проблему и генетическую, аллельные гены, и пациент злоупотребляет острой пищи, которая вызывает расширение сосудов, раздражает, что приводит к ритемиотеку и формирует такую клиническую картину характерную, патогеномоничную. И пациент злоупотребляет этанолом, который приводит, по причине взаимобратного криренса с витамином С, приводит к дефициту витамина С и коллагенопатии, к нарушению вот этой вот фиксирующей функции коллагеновой сеточки вокруг сосудов. И вот, в принципе, что? Получи фашист-гранату. Поэтому, коллеги, видите, как очень важно собрать анамнез, анамнез морби, анамнез вита, семейный анамнез по данной нозологии, встречается ли эта проблема у ближайших кровных родственников, у родителей, у мамы, у папы. И вот в результате анализа полученных данных мы можем с вами, в общем-то, предположить и утвердить как определенный диагноз. Потому что, не поставив правильного диагноза, мы не можем с вами назначить эффективной терапии. Есть у нас такое понятие диагнозис экс-ювантибус, когда назначаем пробное лечение, пробную терапию, и по результатам уже ставим диагноз. Диагноз ставится во время лечения, такое тоже принято у нас в медицине и в дерматологии, в общем-то, тем более. Тем более часто такое бывает. Но, тем не менее, давайте поразмышляем, соберем анамнез, проанализируем данные и придем к определенным выводам, какие причины привели к возникновению этой проблемы. И еще одна проблема провоцирует и, скажем так, вызывает эскалацию, усиливает сосудистую проблему. Это нейрогенное воспаление, взаимосвязанные проблемы. Когда кожа чувствительна, эпидермис истонченный, барьерные свойства, деконтаминирующие свойства эпидермиса нарушены, оголяются чувствительные нервные окончания на поверхности. И любой нормальный, адекватный раздражитель внешней среды, атмосферный, холодная или горячая температура, вода, косметические средства, даже качественные, детергенты, они вызывают через выброс нейромедиаторов, вызывают такие вот признаки воспаления. Отек, эритем. Это нейрогенное воспаление, это чувствительная кожа. Но в результате выброса этих нейромедиаторов происходит дилетация, расширение сосудов, отек эритема и опять нарушение вот этой вот барьерной функции, нарушение гистогематического барьера и выход всех нежелательных веществ в переваскулярную зону. И уже идет хронизация процесса. И, коллеги, какие же у нас есть пути решения данной проблемы? На генетическую детерминанту мы с вами не можем, конечно же, решить. Мы не можем поменять гены. Раньше надо было думать о родителям. У нас очень часто на прием к дерматологу обращаются семейные пары, когда у мамы, допустим, атопический дерматит по типу диффузного нейродермита, а у папы псориаз. Они приходят такие красивые и нарядные, приносят своих деток еще более нарядные, практически плод аргликина. И, в общем, говорят, вылечите, помогите, что-то сделайте. И, в общем, пребываешь несколько минут в ступоре. Как так вообще могло получиться? Ну, замечательно как. Так получилось, да, решайте наши проблемы. В общем-то, профилактикой проблем надо заниматься. Презервативно пользоваться в таком случае. Что-то я злой сегодня. Да, генетическую детерминанту, к сожалению, мы устранить не можем. Но вот остальные факторы мы можем повлиять. Мы можем усилить, уплотнить этот коллагеновый каркас сосуда, назначая препараты с витамином С. Ну, во-первых, нужно ограничить или устранить факторы, приводящие к дефициту витамина С. Так, ограничить употребление этанола. Не совсем же исключить, не надо ничего исключать. Не надо себе ни в чем отказывать. Все себе можно позволять. Но дозировать факторы без передозировки. Допустим, раз в месяц можно рюмочку, бокальчик Монте-Пульчано-Добруццо. А лучше всего регион марки, региомарки. Позволить себе в компании друзей, но не злоупотреблять. Ограничить вот эти вот факторы, приводящие к элиминации витамина С, к дефициту витамина С. А табакокурение нужно резко ограничить. Вот уж от чего можно отказаться, конечно, это от табакокурения. Вообще, в общем-то, не позволять себе такую роскошь. Она непозволительная. Это очень вредный фактор. Ну ладно, раз в месяц можно сигаретку после бокала Монте-Пульчано-Добруццо. Да, ну себе это позволяет, конечно. Но главное ограничить, коллеги, чтобы не разрушать витамин С, потому что это создает проблему с сосудом, проблему дермы. Понимаете, что не только дерма страдает, страдают все органы системы. Мозг страдает, сердечная. Неокард страдает, сердечная мышца. Все органы системы страдают от этой проблемы. Это системная проблема просто на коже проявляется вот таким образом. Назначить препараты с витамином С, конечно, в адекватной форме, в адекватной дозировке. А витамин С, ПРОС, ПРКУРТИС назначить среди препараты топической терапии, домашней, профессиональной тоже, которые являются источником высоко биодоступного стабильного витамина С. Без витамина С эта проблема не будет решена, коллеги, никогда. Назначить препараты противовоспалительные, которые блокируют медиаторы воспаления. Это уже факторы патогенетической терапии, противовоспалительной, ингибиторы нейротрансмиттеров, которые провоцируют воспаление. Противовоспалительная терапия. Обязательно нужно укрепить, уплотнить барьерные свойства эпидермиса, восстановить их. Назначить соответствующую профильную терапию, препараты в домашний уход, профессиональный уход. И отрегулировать местный иммунный ответ. Потому что разоцит не что иное, как разновидность гипериммунного ответа. Это гипериммунный ответ. Нет, это избыточное воспаление, потому что лейкоцитов не должно быть в переваскулярной зоне. Они туда вылезли. Ну и мы их должны успокоить. В общем-то сказать, что лейкоциты успокоить. Не надо там ничего разрушать. Не надо производить никакие медиаторы воспаления. То есть вот такие у нас пути решения проблемы. И теперь давайте поговорим, какие же инструменты нам дает с вами Марка Натинуэль для реализации поставленных целей и задач. Стратегические пути мы с вами наметили. Теперь давайте поговорим о тактических решениях. Тактические решения. Итак, начнем с домашнего ухода, уважаемые коллеги. Это номер один. Для решения таких дерматозов, для лечения хронических, текущих, рецидивирующих заболеваний, домашний уход на первом плане. И нам повезло еще в том, что в Натинуэль именно домашний уход является профилирующим. Домашний уход, сорбционно-аппликационной методикой. Итак, что же на первый план в домашнем уходе выходит? Так, как всегда, мы будем говорить о трехступенчатом домашнем уходе. Первая ступень, первая линия препаратов. Что же мы назначим пациентам? Что мы назначим пациентам в первую очередь в домашнем уходе для решения проблемы переваскулярного воспаления? Что назначим? Мы, в первую очередь, ничего не назначим. Мы отменим. Мы запретим пациента. Домашний уход начинается с запретов. Что же мы запретим нашим пациентам? Использовать в ежедневном уходе на этапе очищения сульфат, содержащий клинцеры. Коллеги, очень странные наши пациенты. Приходят и говорят, дайте мне противовоспалительную маску. Посмотрите, у меня отек эритема. А если розоцея эритематозно-папулопустулезно, то еще и папулопустулы. Дайте мне что-то противовоспалительное. Дайте мне сыворотку, крем, маску. Они такие странные. Я удивляюсь таким требованиям. Дайте мне маску и все. Дайте мне сыворотку. Нет, я вам ничего не назначу. Первая линия. Первое, что я вам назначу. Я вам отменю сульфатные клинцеры. Обязательно, когда собираете анамнез, уточните, какими средствами ежедневной гигиены пациент дома пользуется. Либо фотографирует состав, присылает на WhatsApp. Вы изучаете состав. Либо пациент приносит с собой эти средства. Вы смотрите, какие же клинцеры пациент дома использует. Смотрим состав. Видим в составе ингредиент вода на первом месте. На втором месте содиум лаурет сульфат. Или, не дай боже, еще хуже, содиум лаурил сульфат. И мы что говорим? Извините, но этим средством вы пользоваться больше не будете. Мы вам запрещаем. Они вам категорически противопоказаны. Вам нельзя помочь. Потому что те средства, которые я вам назначу, которые вы у меня приобретете, и даже если вы их будете использовать, они будут неэффективны. Почему? Потому что они становятся бессмысленны. Потому что пациент дома использует сульфат, содержащий клинцеры, которые обладают раздражающим действием. Они провоцируют нейрогенное воспаление, которое, в свою очередь, провоцирует дилетацию сосудов и формирование или прогрессию сосудистого типа воспаления. И пациент такой нарядный дома будет использовать какие-то масочки противовоспалительной. Но, понимаете, теряет смысл. Это вообще нелогично. Это нонсенс. Абсолютный вообще нонсенс. Делать такие назначения. И это нелогичная тактика, которая повлечет за собой негативные результаты. Низкие результаты разочарования пациентов, и вы будете разочаровываться в препаратах. Вы скажете, препарат не очень эффективный, потому что динамики нет. Чтобы обеспечить препаратам нашей патогенетической терапии, нужно устранить провоцирующие факторы. Не только ограничить раздражающую пищу, этанол и никотин, нужно устранить сульфат, содержащий клинсеры из ежедневного домашнего ухода. Ежедневное домашнее очищение должно быть бессульфатное, с маркировочкой NOSLESS SLS. Что значит без лаурила, без лаурета сульфата натрия. Объясните пациенту, что все сульфаты при ежедневном, опять все лекарства, между ними и таки доза. Все сульфаты провоцируют нейрогенное воспаление. Это проэйдж. Во-первых, происходит прогрессия старения. Сульфаты каждый день ускоряют старение. Они обладают деструктивным эффектом через проэйдж, через инфломейджинг, который в свою очередь проэйдж является. Отменить нельзя их использовать. Поэтому мы первое, ничего не назначаем. Мы отменяем, запрещаем пациентам. Ой, а я только купила такой гель хороший, он такой душистый, он так пенится хорошо. Он вообще замечательный, он так нравится. Ну, куда я его дену? Обычно, если пациент приносит это средство с собой, я его тут же и в мусорку, и выбрасываю. Уничтожаю при пациенте. Нельзя их использовать. Это просто яд для этого пациента. Или даю рекомендацию. Да, как Ферри, Луиза, абсолютно правы. Это ничем не отличается от Ферри. Это тоже те же самые сульфаты. Или даю рекомендацию. Подарить подруге своей любимой. Куда я дену такой большой гель, там пол-литровая канистра, такой он хороший. Подарите любимой подруге. Зачем вам красивая подруга, симпатичная? Это нерациональное использование средств. Вот пусть подруга ваша использует сульфаты, побыстрее состарится, сморщится. Вы на фоне будете выглядеть очень даже ничего. Очень даже ничего. Короче, мне все равно, куда вы будете, денете эти токсичные для вас продукты. Это ваши проблемы. Это уже не мои проблемы. Это ваши проблемы. Вот, собственно, вы их и решаете. Мы их отменяем и назначаем. Первая линия в домашнем уходе после отмены сульфатов – это назначение для ежедневного очищения бессульфатных детергентов, бессульфатных очищающих средств. Такому пациенту мы обязательно назначим бессульфатный шампунь «Натинуэль». Слава богу, у нас есть такой шампунь, просто замечательный шампунь, который улучшает структуру волос, антибактериальным действием обладает. Ну, потрясающий шампунь. Почему? Потому что если пациент использует сульфатный шампунь, когда он его смывает, все равно это средство попадает на кожу лица и может вызвать эту проблему. Шампунь бессульфатный, гель очищающий бессульфатный, зубную пасту также рекомендуем, ноус, лес, СЛС, потому что сульфат, содержащий зубные пасты, тем более фтор, содержащий, если в зубной пасте сульфаты, видите, содиум, лаурил, сульфат, натрия, лаурил, сульфат, плюс фтор, натрия, фторит – это просто атомная бомба. Это просто уничтожение человечества. Почему? Потому что сульфаты плюс фтор вызывают переоральный дерматит, розоцея по типу переорального дерматита. Если проблема у пациента локализуется в переоральной зоне, ангулиты, какие-то высыпания в переоральной зоне, тем более, если это еще и стоматитом сопровождается. Первое. Отменить зубную пасту с фтором и сульфатами. Зубная паста у такого пациента должна быть «ноу» с лес, СЛС промаркированным и «ноу фтор» без фтора. И буквально через две недели после отмены сульфат, фтор, содержащий пасту, у этого пациента будет значительное клиническое улучшение, вплоть до полной клинической ремиссии. Процесс разрешится, потому что вы просто устранили провоцирующий фактор. Итак, из «ноуэль» мы такому пациенту назначим шампунь бессульфатный, гель для душа бессульфатный и клинсер тоже какой бессульфатный. Еще раз напоминаю, что на первую линию первое, что мы назначим пациенту, это двухфазное правильное домашнее очищение. В «ноуэль» правильное очищение и в профессиональном, и в домашнем уходе. Что значит двухфазное? Это значит, что первое средство, которое пациент нанесет, это молочко, мелкмайка, которое содержит церамиды, такие воскоподобные вещества, идентичные натуральным к гениальным нашему роговому слою. Основная функция церамидов – водоотталкивающая, гидрофобная, отталкивает воду, то есть прямого контакта с водой не происходит. Очень важно нанести сначала молочко на кожу, то мы удаляем влажными салфеточками или смываем, и только потом второй фазой мы наносим уже, собственно, клинсер. Итак, первое, что мы делаем, мы отменяем сульфат, содержащий клинсеры, и назначаем правильное двухфазное домашнее очищение. Первая фаза – это молочко, мелкмейкап, очищающее молочко, функция которого не только растворить, элиминировать загрязнение, токсины, эндогены, экзогены, но и насытить роговой слой, насытить эпидермис липидами, идентичными нашему роговому слою. Вот посмотрите, какой шикарный состав у молочка, у домашнего, масло авокадо, морская вода, то есть фактически там физраствор, на физрастворе абсолютно физиологичный такой экцепиент, вместо воды там на основе морской воды. Дистиллят ромашки, алоэ, витамин Е – очень полезный компонент. То есть само по себе молочко является уже лечебным, поэтому исключить его, пренебречь им нельзя. Первое – молочко нанес пациент, эмульгировал и смывает утром и вечером два раза в день. Да, на сухую кожу, конечно же. Вторая фаза, фаза Б ежедневного домашнего очищения у нашего пациента может быть и клинцер 5-процентный. Как клинцер 5-процентный? В каком случае мы назначим пациенту клинцер 5-процентный? В том случае, если сосудистое воспаление купюроз и розоцея сочетается с нейрогенным. Вот в этом случае мы назначим клинцер 5-процентный, который насыщает кожу этими церамидами, обладающие водоотталкивающими гидрофобными свойствами, позволяющие восстановить нормальный порог чувствительности, позволяют они нам восстановить нормальную деконтаминирующую функцию эпидермиса и уменьшить тем самым нейрогенное воспаление. В свою очередь, уменьшение нейрогенного воспаления уменьшит и сосудистые. Помните, что это взаимосвязанные такие вот звенья этиопатогенеза. Также в составе полигидроксикислота лактобионовая, которая является антидотом сульфатов. Это своего рода противоядие против сульфатов. А поскольку те ферменты, которые блокируют сульфаты, что приводит к нарушению синтеза НМФ и церамидов, к нарушению барьерных свойств эпидермиса, полигидроксикислоты, как то лактобионовая кислота и глюконолактон, но в данном случае это лактобионовая кислота, реактивируют эти ферменты и способствуют устранению этих проблем. Этих вот проблем. Нерогенное воспаление, избыточная патологическая дисквамация, уменьшение шелушения, воспаление и так далее. Своего рода такой биоревитализант для эпидермиса. Также яблочная кислота, витамин Е, витамин А. А витамин Е у нас профильный. Почему? Потому что витамин Е уменьшает, способствует уменьшению перевоскулярного воспаления. Не только витамин С. Мы назначим ПРОС. Конечно, мы обсудим эту тему, этот момент попозже на десерт. Также мы поговорим о витамине Е. Витамин Е способствует уменьшению сосудистого перевоскулярного воспаления, поскольку витамин Е и некоторые его производные уменьшают активность фермента, производящего монооксид азота. Такая индуцибельная монооксид азотсинтаза. Есть такой фермент у нас в организме. Индуцибельная монооксид азотсинтаза. Ее нужно блокировать, уменьшать ее активность, потому что она вызывает проблемы, в том числе сосудистое перевоскулярное воспаление. Витамин Е уменьшает воспаление сосудистого такого типа перевоскулярного. Вот такой вот лечебный комплекс в составе клинсера 5%. Помните, что это 3 в 1. Клинсер, тоник, маска, 2-3 раза в ней. Ежедневная аппликация с целью очищения 2-3 минутки. Молочко нанесли, смыли. Наносим клинсер 5%, 2-3 мл. Распределяем мокрыми руками. Маркировка «Ноуслес СЛС» говорит о том, что там нет сульфата в составе, и значит пенообразование у него не очень высокое. Одним из признаков агрессивных детергентов является высокое пенообразование. Пены много, и она крупнопузырная. Мягкие детергенты, неоногенные, бессульфатные, они дают пены мало, то есть пена низкая, и сами пузырьки очень маленькие, пена мелкопузырная. Предупредите пациента, что пены будет мало, практически ее не будет, потому что детергенты очень-очень мягкие, бессульфатные, кокоамидопропилбетаин, кокоамфодиацетатзинатрия разрешены даже для кожи новорожденных, даже в пищевой промышленности могут и использоваться. Очень мягкие детергенты. Очищение, безопасное очищение, поскольку бессульфатное. Вторая функция тоника и функция маски. Три в одном, клинсер 5-процентный, клинсер, тоник, маска. Ежедневное очищение, экспозиция 2-3 минутки нанесли, и пока чистите зубы бессульфатной зубной пастой 2-3 минутки, это средство у вас на коже. То есть тайм-менеджмент надо так распределить, чтобы выдержать экспозицию этого клинсера подольше на лице. Клинсер 5-процентный, ежедневная экспозиция 2-3 минутки, и 2-3 раза в неделю клинсер 5-процентный можно эксплуатировать в качестве лечебной маски. Наносим в большем объеме, не 2-3 миллилитра, а 5-6 миллилитров, и выдерживаем более длительную экспозицию 10-15 минут. 2-3 раза в неделю, как маску, 10-15 минут клинсер 5%. Затем смываем и продолжаем наш уход. Если у пациента нет явных таких ярких признаков нейрогенного воспаления, такого пациента мы говорили, что несосудистое переваскулярное воспаление может быть изолированным от всех других, то есть оно в моновиде существует. Но эпидермис нормальный, роговой слой нормальный, нет там признаков нейрогенного воспаления. Такое есть только сосудистое воспаление. Критерии диагностики мы уже с вами обсудили. Такому пациенту, скорее всего, мы назначим более универсальный клинсер 8%. Он у нас тоже биосульфатный, ноуслес, СЛС, поэтому может быть использован как ежедневный клинсер для утреннего и вечернего очищения кожи. 8% кислот, гликолевая, миндальная кислота с антисептическим отбеливающим и кератопластическим действием. И наша с вами любимая треголоза. Треголоза от слова трегаломанна. Манна небесная, да, есть такая версия, что этой вот манной небесной, которой питались евреи после исхода из Египта. Давайте вспомним, давайте вспомним эту историю. Когда Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, кормить их надо было чем-то. Вот они питались этой манной небесной, которой послал Яхве, да, Егова послал для своего любимого народца. Вот эта трегаломанна и была треголозой, да, треголоза. И такой дисахарит, сахар жизни, даром он называет сахар жизни. Уникальное вещество с массой полезных свойств для нашего рогового слоя, для наших слизистых. Треголоза сахар жизни увлажняет, разглаживает морщины сухости и в то же время решает проблемы жирной, сиборейной кожи. Поэтому если кожу, да, эпидермис у пациента более-менее нормальный или небольшой такой функциональный дискератоз, мы назначим не 5-процентный клинсер, а 8-процентный клинсер. У меня есть пациенты, которыми я даже 9-процентный клинсер назначаю, потому что у меня есть такие разоцененные пациенты, у которых гиперкератоз, а избыточный рогового слоя таким, я назначаю 9-процентный клинсер. Короче, исходя из статуса эпидермикус, вы назначаете соответствующий профильный патогномоничный клинсер. Это может быть и 5-процентный случай, если есть признаки нейрогенового воспаления чувствительной кожи, 8-процентный, если более-менее нормальный статус эпидермикус, и даже 9-процентный, если у пациента гиперкератоз и повышенный порог чувствительности. Наверное, гиперкератоз нам тоже не нужен, потому что это будет непреодолимым препятствием для активных компонентов, всех средств, сывороток, кремов, которые мы назначим в дальнейшем, на дальнейших этапах. Нам не нужен ни слишком толстый роговой, ни слишком тонкий. В любом случае, это проблема. Помните, что проблема лежит за рамками нормы, за коридором нормы. Либо в плюс слишком тонкий, либо слишком толстый в плюс, либо слишком тонкий в минус. Нам не нужен ни плюс, ни минус. Нам не нужен ни избыток, ни профицит, ни дефицит. Нам нужна норма. Поэтому приводим роговой слой пациента в норму. А если он дефицитарный, мы назначаем 5-процентный за счет лактобионовой кислоты. 5-процентный клинсер способствует гипертрофии, репродукции, правильнее сказать, восстановлению нормального рогового слоя, его свойств деконтаминирующих барьерных. Если роговой слой в профиците в избытке назначаем 9-процентный клинсер, за счет салициловой кислоты азиалаиновой способствует истончению рогового слоя. Или если роговой слой нормальный, тогда мы назначаем 8-процентный самый универсальный клинсер. И 5-процентный, и 8-и 9-процентный клинсер выполняет три функции. Клинсер, тоник, маска. И пятерочку, и восьмерочку, и девяточку. Два-три раза в неделю наносим в большем количестве. Не 2-3 мл, как ежедневное очищение, а 5-6 мл. И задерживаем на 10-15 минут, затем смываем. Одно средство, три функции. Клинсер, тоник, маска. Функцию тоника он тоже выполняет. Елена Красильникова, конечно, заменяет и заменяет тоник. Но только в том случае, если предварительно пациент наносит молочко. Нанес молочко, удалил его. Нанес клинсер, выдержал необходимую экспозицию. И вот тоники не нужны. Вот это двухфазное очищение, заменяет препятствия. В общем-то, не предполагает оно применение тоников дополнительно. Это очень-очень хорошо. Это позволяет пациенту уменьшить свои затраты. Особенно это актуально в эпоху. Сейчас у нас такое положение. Не очень благоприятный финансовый дефицит финансовых средств. Вот объясните. Вот одно средство, три функции. Клинсер, тоник, маска. Два-три раза в неделю, как масочку, на 10-15 минут в соответствующем объеме. И по мере того, как у пациента будет меняться роговой слой, статус эпидермикус, соответственно, вы и будете, и имеете возможность менять и клинсеры. Если, допустим, назначили 5-процентный клинсер, изначально были показания, но через, допустим, два месяца свойства восстановились, роговой слой восстановлен, потому что сульфаты отменили, назначили средства, способствующие кератарепродукции, можете, допустим, через два месяца назначить клинсер 8-процентный и посмотреть в динамике, к чему это приведет. Если динамика хорошая, то пусть его и используют. Если отмена 5-процентного клинсера на назначении 8-процентного привела к рецидиву симптомов, к рецидиву заболевания, значит, делаем только один вывод. Возобновляем применение 5-процентного клинсера, и пусть он его так и применяет и дальше. Это первая линия в домашнем уходе для уменьшения, для устранения проблемы сосудистого перевоскулярного воспаления, как то купюроз и розоцентный сульфат убрали, назначили двухфазное очищение молочком обязательно, при обязательно. Вторая линия, вторая линия, конечно же, это будет крем с сыворотком, хомеороз, у нас слово розация, хомеороз, крем, восстанавливающий гомеостаз при розоцентном процессе. Вот, посмотрите, какая тут картиночка красивая. Вот он, этот микрокапилляр, этот сосуд, внутри которого находятся форменные элементы. И вот посмотрите, когда вот этот просвет, расстояние, как тут красиво нарисовано, расстояние, просвет между эндотелиоцитами увеличивается, вот он, лейкоцит, какой он красивый, зараза, выполз из сосуда и начал выбрасывать всяческие медиаторы. И начало формироваться вокруг сосуда воспаление. А на фоне воспаления происходит активация неоангиогенеза. Активируется фактор роста сосудистого эндотелия, начинают расти новые сосуды, происходит избыток сосудов. Вот, посмотрите, становится слишком много. И проблема уже, что устраняется только какими-то радикальными методами, сосудистыми лазерами, IPL и так далее. Ну, куда ты денешь эти уже полноценные сформированные сосуды? И их нужно коагулировать, как-то их уже нужно устранять. В общем-то, не надо ждать, пока это все произойдет, когда ты уже там терминальные стадии процесса, на инициальных стадиях, на начальных стадиях нужно препятствовать этой патологии. Вот нейрогенное воспаление, сосудистое, они взаимосвязаны. Итак, каким же образом наш крем-сыворотка хомеороз крем объемом 15 мл в домашнем уходе поможет нашему пациенту, какие там активные компоненты и какой таргет они имеют. Крем хомеороз объемом 15 мл представляет из себя сыворотку. Что такое сыворотка? Это концентрированное средство, где находится очень высокая концентрация активных компонентов. Вот хомеороз крем – это сыворотка. Понятие сыворотки не имеет отношения к текстуре препарата. Это сыворотка должна быть как гелево-эмульсионной или эмульгель, или это эмульсия первого типа, или второго, или прямая, или обратная. Ну вообще, что это? Понятие сыворотки, коллеги, не имеет отношения к текстуре. Когда я назначаю этот крем пациенту, я говорю, что это сыворотка, то есть это концентрированный препарат. Что значит крем? Это значит эмульсия в основе. Причем не обычная эмульсия, это эмульгель, эмульсия в геле, которая, в общем-то, имеет большую вероятность проникнуть в глубокие слои кожи. Эмульгель. У нас многие лекарственные формы представляют из себя эмульгель. Там какой-нибудь противовоспалительными средствами аптечные препараты являются эмульгелем по текстуре. И вот наш крем хомеороз – это сыворотка, поскольку имеет высокую концентрацию, пятикратную концентрацию активных компонентов в 5 раз больше, чем в кремах. И текстура эмульгеля позволяет отнести это средство к квазилекарственным формам. Квазилекарственная форма. Это очень близко к фармпрепарату. Давайте посмотрим, какие компоненты, какие таргеты, какие проблемы решают. Во-первых, в составе этого крема, концентрированного этой сыворотки, понятно, коллеги, сможете объяснить пациенту, почему вы назначили сыворотку, а дали пациенту крем. Пациент скажет, в чем мне крем дали? Рассказали сыворотку. Это и есть сыворотка. Крем – это текстура. Это эмульгелем, эмульсия в гелем. А сыворотка – это концентрация активных компонентов в 5 раз выше, чем в креме. Итак, первый уникальный эксклюзивный компонент называется VPG-фактор S15. Это комплекс нейропептидов, регуляторных нейропептидов и морских полисахаридов, галактаны, фуканы, полисахариды морского происхождения из водорослей, аспарагопсисармата, красной бурой водоросли, аскорофилиумнодозум, галактаны, фуканы в комбинации с нейропептидами регуляторными блокируют фактор роста сосудистого эндотелия. В-таргетом является этот фактор. В-Е-Джи-Ф – фактор роста сосудистого эндотелия. Блокируется, уменьшается активность, полностью не блокируется, уменьшается активность этого фактора, что приводит к отрицательной регуляции неоваскулогенеза. Уменьшается рост, образование новых патологических сосудов и уменьшается сосудистое воспаление, отек эритема. Вот уникальный компонент ВПГ-фактор С15, субстанция 15, отрицательный обратный регулятор неоваскулогенеза, прерывает неоваскулогенез патологически избыточный. Классно? Классно, коллеги, вы уже знаете, это средство любите. Уменьшает даже, даже не уменьшает, у большинства пациентов исчезает проблема, которая называется пришитый нос. Вот эти варикозно расширенные сосуды на крыльях носа, такое ощущение, как будто красными нитками пришили нос. Мы его называем, это явление, пришитый нос красными нитками. При регулярном применении уменьшается или даже полностью исчезает эта проблема. Не удивляйтесь, это не чудеса, это, в общем-то, закономерность. Это наука, это уникальная комбинация, которая содержится только в продукции Натинуэль. Запатентованный комплекс ВПГ-фактор С15, комбинация морских полисахаридов, галактанов и фулканов и регуляторных нейропептидов. Вот уникальные свойства. Уменьшение активности ингибирования фактора роста, эндотелиального фактора роста. Также в составе мы увидим никотинамид. Амид никотиновой кислоты в концентрации 4%. А мы знаем, что такое в концентрации неоцинамид, выполняет функцию антибиотика, биоцидные свойства. Никотинамид, амид никотиновой кислоты в концентрации 4%. Эквивалентен однопроцентному клиндомицину без формирования антибиотикорезистентности бактерий. То есть какой тип воспаления мы будем уменьшать? Инфекционное воспаление. Особенно хорошо это будет проявляться у пациентов с эрзацей эритоматозно-папулопустулезной. Эффект антибиотика будет. Уникальные свойства никотинамида. Не забывайте, что никотинамид – это геропротектор. Это клеточный хроноблокатор никотинамид. Ваш покорный слуга, доктор Семенов, ежедневно принимает капсулку 100 миллиграмм никотинамида. Мне нельзя стареть, у меня ипотека. Всяческими способами я замедляю эти процессы старения. Вот никотинамид – клеточный хроноблокатор. Следовательно, он геропротектор. Продлевает жизнь нашим клеткам. Невероятно полезное вещество в составе косметических средств. Я думаю, мы возобновим с вами цикл в феврале. Цикл вебинаров, посвященный клеточным хроноблокаторам, системным и топическим. И вот первый вебинар мы посвятим никотинамиду. Поговорим о этом уникальном веществе. Кстати, никотинамид – ближайший родственник серотонина и мелатонина. В курсе, коллеги? У них общий прекурсор. Аминокислота – трептофан. То есть никотинамид синтезируется из трептофана. Серотонин и мелатонин тоже синтезируются из трептофана. Это родственники, причем ближайшие родственники. А вот такой замечательный у нас многофункциональный никотинамид. В общем, в запредельной концентрации 4%. Инфекционное воспаление просто прощай. Чмоки, чмоки, пока-пока. Вы не увидите больше инфекционное воспаление на коже вашей и ваших пациентов. Уникальная сыворотка с невероятными свойствами. Даже сами пациенты, сами дерматологи не верят в такое. Дальше посмотрите, что такое может быть. Ну и такой вот интересненький компонент нашей сыворотки – это пальметаил-3-пептид-8 под торговым названием нейтрозен. Этот пептид является миметиком кортизола. На каждом вебинаре мы с вами вспоминаем и повторяем, что натинуэль относится к категории биоцептики. Антибиоцептики – это лечебная косметика, лечебный эффект, у которой средство реализовано благодаря эффекту биомимикрии. То есть биомиметики у нас используются. Вот, например, никотинамид – это концентрация 4%, смею заметить, является биомиметиком клиндомицина. Антибиотики нельзя использовать в косметике. Это совершенно другая категория средств. В общем-то, фармстатья. Нельзя, но можно использовать его миметик. Никотинамид в концентрации 4%. Имитирует, мимикрирует под 1% клиндомицин. И наш пептид, 3-пептид-8, является миметиком кортизола. Конечно, мы все с вами любим глюкокортикостероиды. Я их обожаю просто. Потому что сильнейший противовоспалительный эффект устраняет все типы воспаления, особенно иммунно, гипериммунно. Но только инфекционное оно не уменьшает. Глюкокортикостероиды – сильнейшие противовоспалительные молекулы в нашем организме. Я очень люблю глюкокортикостероиды. Но в косметике им места нет. Конечно, это гормоны. Во всех цивилизованных странах препараты топические с глюками и кортикостероидами. Рецептурный отпуск. Строгий рецептурный отпуск. В России можно купить любой гормон без рецепта врача. С одной стороны, это, конечно, катастрофа, потому что наши пациенты покупают и используют эти средства без контроля, без какого-либо, и бессистемно, и создают огромную проблему, которые, в принципе, уже нерешабельно, я бы так сказал, уничтожают свою кожу, свой организм. А с другой стороны, иногда нужно купить, а возможности такой нет. Есть проблема, нужно идти выписывать рецепт, записываться на прием. В общем, геморройненько с другой стороны. Но, в общем-то, это правильно. Нельзя, чтобы антибиотики, недопустимо, чтобы стероиды были в общем доступе без рецепта для наших пациентов. Но в косметике, тем не менее, нельзя использовать стероидные вещества, вещества стероидной структуры. Можно использовать их структурные аналоги, не структурные, а функциональные. Вот этот пептид, пальметалл-3-пептид-8 является пептидным меметиком кортизола. Это вещество, конечно, не стероидной структуры. Это коротенький 3-пептид, 3-аминокислотных остатка, но по своим свойствам биологическим клиническим имитирует, мимикрирует под кортизол. Противовоспалительный эффект этого пептида приравнен к кортизолу. У кортизола подобное действие уменьшает, устраняет почти все признаки воспаления всех типов сосудистой и нейрогенной, в общем-то иммунной, гипериммунной, любое воспаление, кроме инфекционного. Меметик кортизола, пептидный меметик, сымитировали, помните, что такое биомимикрия, обманули мы наши клетки, сымитировали необходимый нам эффект, не используя сами антибиотики и сами стероиды. Вот такая уникальная комбинация трех магистральных компонентов, в общем-то устраняет признаки всех четырех типов воспаления, инфекционное, иммунное, нейрогенное, сосудистое и переваскулярное. Иногда, шутяк, конечно, в шутку, в кавычках я называю этот крем косметическим тридермом, напомните, есть такой у нас препарат тридерм или акридерм ГК, комбинация глюкокортикостероидов, антибиотика широкого профиля гентамицина и клетримазола противогрибкового компонента. В общем-то, не используя сами антибиотики и стероиды в составе хомеороскрема, мы по эффективности получили, по профилю, по спектру воздействия, мы получили такой аналог. Не надо использовать, нельзя и не надо использовать стероиды, антибиотики. У нас есть аналог, структурный такой биомиметик, биомиметический препарат, который обладает уникальными свойствами, очень быстро уменьшает или снимает полностью признаки воспаления с кожи пациентам при всех типах воспаления. 15 мл без одушки, одушки нет, потому что одушка – это дополнительная аллергическая нагрузка на организм, на наши клетки. Вот одушки нет – это благоприятный фактор, позволяет назвать его, отнести к категории гипоаллергенных средств, гипоаллергенной косметики. Небольшое количество, это сыворотка, это концентрат, небольшое количество этого средства пациент должен наносить два раза в день, утром и вечером. То есть с интервалом 12 часов плюс-минус несколько часов, конечно, не фатально, но принципиально, помните, законы ФИКа, позволяющие обеспечить высокоэффективность сорбционно-аппликационным препаратам и методикам. У этого крема очень высокий потенциал противовоспалительный. Чтобы его реализовать ин виво в живом организме, очень важно выполнять эти условия. Очень важно наносить два раза в день, утром и вечером, с интервалом примерно 12 часов. Небольшое количество, если воспаление носит очаговый характер, допустим, переоральная зона или зона бабочки, наносить только на эту зону. Если воспаление диффузное, распространенное, то есть наносить тонким слоем на все лицо, также на веки тоже можно наносить. Уменьшает отеки, которые сформировались по причине такого фокального воспаления. Не забывайте, что отек – это один из признаков воспаления какого-либо или сочетания каких-либо типов воспаления. Уменьшили воспаление, отеки сами саморазрешились, поскольку они вторичные, они являются следствием воспаления. Понимаете, да? Устранять отеки – это симптоматическая терапия. Но устранять, воздействовать на причину этих отеков лечения уже какое? Этиопатогенетическое. Вот крем хомеороз устраняет отек на этиопатогенетическом уровне. Вот так вот. Так вот, мой хороший. Уникальный состав, уникальный крем. Нет стероидов. Однажды, вы знаете, я назначал этот крем пациентам с социальной локализацией дерматозов, атопиком, и видел очень хорошую динамику, очень хорошие результаты. Быстро, быстро, без гормонов уменьшалась эта симптоматика. И я спросил у Гвида как-то в Италии при нашей очередной встрече, говорю, нужно ли делать отмену. Потому что я понимаю, что дерматоз генетически детерминирован, и отмена средства приведет к рецидивированию. А вот стероиды мы все-таки стараемся как-то периодически отменять, делать отмену. Потому что чревато такое непрерывное применение атрофодерме лица, может быть, и так далее. А Екатерина, никотинамид мы с вами обсудим на соответствующем профильном вебинарии. Да, вопрос по теме задавайте, пожалуйста. С стероидами есть, конечно, сложности. И я уточнил у Гвида, а нужно ли делать отмену, возникает ли усталость рецепторов, формируется ли резистентность к препарату в итоге. Пациентка, ну да, Гвида, конечно, сказал, что нет, не нужно делать отмену. Итак, если пациент входит в ремиссию, проявления заболеваний на коже уменьшаются, вы можете попробовать сделать отмену этого препарата и посмотреть в динамике, к чему это приведет. Если отмена препарата привела к рецидиву быстрому, то возобновляете применение, нет необходимости делать отмену, потому что нерезистентности, да не усталости рецепторов не возникает от компонентов этого крема. То есть, возможно, длительное такое применение, длительное, почти перманентное. Да, но если проблема такая, что мы можем сделать, поэтому и лечение тоже пожизненное. Можно периодически отменять, делать перерывы, отдыхать, но и смотреть в динамике, к чему приведет. Уникальные компоненты, уникальное средство вообще. Это косметический Оскар, это респект уважуха разработчику. Да, это, конечно же, наш уважаемый Гвида Капарыч. Уважаемый наш доктор Гвинда Капарыч. Большой молодец, что такой инструмент мы с вами имеем. Утром, вечером, утром и вечером. Это средство не самостоятельно, он не имеет санскрина. Поэтому, как только хомеуроз у нас впитался, дозу, как правило, пациент сам подбирает. Сам подбирает, сколько нужно нанести, чтобы получить оптимальные результаты. Я пациенту так и говорю. Дозу сами подберете, как вам больше понравится. Это нормальная ситуация. Попробуйте, попробуйте, Наталья. И на бляшечный псориаз, если он, конечно, не обширные бляшки. Почему бы не попробовать? Логически очень даже и подходит на бляшечный псориаз. Попробуйте, Наталья. Обязательно потом поделитесь результатами ваших эмпирических опытов. Это средство не самостоятельно. Поэтому мы не можем и обязаны поверх впитанного уже крема хомеуроз нанести еще один крем. Следующий крем. Третья линия. Это для нашего пациента крем хомеоджен. Крем хомеоджен. Название крема переводится как крем, восстанавливающий хомеостаз. Хоме от слова хомеостазис, джен от слова женезис. Производство. Производство. То есть мы воспроизводим гомеостаз. Уникальный тоже крем. Невероятно популярный, периодически попадающий в категории дефицита. Это очень востребованный продукт, очень востребованный хомеоджен. Масса показаний, масса клинических эффектов. Богатейшая рецептура. Это самая шикарная рецептура на тюнель в домашнем уходе. И именно хомеоджен принадлежит. Что мы видим в составе в объеме 50 мл? Мы видим в составе нейропептид, кальмосенсин. Ди-пептид-1 уменьшает нейрогенное воспаление. Таргетом для этого пептида являются опиоидные рецепторы. Такой вот очень интересный пептид. Понятно, мимитиком чего он у нас с вами является. Иногда пациенты приходят, когда уже применяли некоторое время, месяца два уже применяют крем хомеоджен утром и вечером, приходят и говорят, с косметологами, с докторами мы обсуждаем. Уже как анекдот, уже как притча во языцах такие ситуации. Пациент говорит, я не могу отказаться от этого крема. Я хочу еще и еще хочу этот крем наносить. Я просто испытываю какую-то потребность патологическую в применении этого крема. Мы такие, я всегда так про себя хихикаю. Потом с косметологами, с коллегами, с дерматологами, когда общаюсь, обсуждаем этих таких вот пациентов. Но мы-то знаем, по какой причине это происходит. Формируется такая зависимость. Это, конечно, все шутка, но ничего удивительного нет в такой шутке, потому что мы знаем, какой там пептид, и легандом каких рецепторов он является. Леганд опиоидных рецепторов. Поэтому сразу же ощущение комфорта у пациента возникает. Всем сейчас не хватает этого крема, хомеоджена. В десна втирать его, конечно, не надо, но наносить на кожу лица, век, шею в объеме 2 мл как минимум можно и даже нужно. Кому? Всем. От чего? От всего. Для чего? Да для всего, коллеги. Вот один этот пептид, сколько нам доставит радости и счастья. Комфортные ощущения, нейрогенное воспаление. Церамиды, фосфолипиды. Вот Ирина тоже попала под эту раздачу, то тоже сама не может от него отказаться. Это дефицитный крем, коллеги, когда он в наличии, есть, вы всегда имеете запас. У меня у самого дома стоит как минимум 3 флакончика таких, 3 упаковки крема, потому что, помните, он входит также в тройчатку геропротективную, в антикатаболическую терапию входит. Это первое, что мы назначаем нашим пациентам гериатрического профиля с возрастными изменениями. Церамиды, фосфолипиды в составе всегда имейте в запасе от 1 до 3 баночек этого кремушка. Как только он появится сейчас в наличии у нас в Москве. Он сейчас есть у нас, интересно, в наличии? Надо пополнить запасы. Не удивляйте, что этот крем такой популярный, мегапопулярный крем, мегапопулярный продукт в составе церамиды, фосфолипиды. Церамиды – это дорогое удовольствие. Помните, что это воскообразные, такие воскоподобные вещества по химической структуре. В общем, это воск. И эти церамиды производятся нашими кератиноцитами. Наши кератиноциты сами производят. Это эпидермальные церамиды и фосфолипиды. Это эпидермальные липиды. То есть наши кератиноциты их сами производят, потому что именно церамиды обеспечивают деконтаминацию трансэпидермальной потери воды и контаминацию экзогенных ксенобиотиков. Это церамиды, фосфолипиды. То есть крем выполняет заместительную функцию. Как только вы его наносите на кожу, сразу же идет залатывание этих липидных дырочек, сразу же возникает чувство гармонии, комфорта, ощущение бархатистости. Это очень хорошая основа для дневного макияжа. Тональные средства, тот же самый наш перфекци, кстати, наш любимый бибикрем перфекцион, он в принципе хорошо ложится на любую основу. Но нам поверх хомеоджена любое тональное средство, любое средство декоративной косметики распределяется равномерно, хорошо, не скапливается в порах, в чешуйке не акцентирует, потому что церамиды, фосфолипиды сразу-сразу латают эти дырочки, сразу восстанавливают рельеф, микрорельеф, и тональные средства ложатся очень хорошо. Это идеальная основа для дневного макияжа или вечернего. Церамиды, фосфолипиды, заместительная терапия, компенсаторная компенсация, дефицит каких-то собственных структурных компонентов рогового слоя. Уникальный компонент венуциан, гидролизат бактерий термис термифилиус, который увлажняет, привносит компоненты НМФ, природного увлажняющего фактора, и активирует гены, которые ответственны за самовосстановление и самоомоложение. То есть это эпигенетический фактор, это эпигенетический компонент. Да, уникальный, очень дорогой, хочу вам сказать, дорогое удовольствие. А еще антиэйдж эффект, восстановление, активируют гены в клетках, которые ответственны за самовосстановление и самоомоложение, так называемые витогены. Резвератрол в составе, все этим все сказано, резвератрол. Это геропротектор, это противовоспалительный компонент, это фитоэстроген, всем от всего сразу же. Мелатонин в составе, гидропротектол, увлажняющий, релипидизирующий компонент, и фильтры SPF-15, комбинации физических, химических фильтров, титанодиоксид, метоксициномат, производной природной коричневой кислоты. Поэтому этот фильтр, который у нас используется, называется биологические фильтры, комбинации физических, химических, титанодиоксид, нейтральное вещество, и метоксициномат. То есть вот такие вот SPF-15, биологические фильтры, SPF-15, которые еще и противодействуют LED, фильтруют LED, диодный свет, который излучает синий спектр, который излучают наши, в общем-то, вот эти девайсы. Они, в общем, старят нашу кожу, ускоряют старение и провоцируют пигментацию. Уникальный состав, уникальный крем монодоза, 2 мл. Утром и вечером сначала наносит пациент, впитывает небольшое количество хомеороз, поскольку это сыворотка. Как только хомеороз впитывается, пациент наносит 2 мл, минимум 2 мл на лицо, шею и веки в пределах орбитальной косточки. Хомеоджен. Вот такая минимальная троечаточка для нашего пациента. Можно усилить эту троечаточку еще и ночным кремом. То есть хомеоджен назначить в качестве дневного, а в качестве ночного крема не порекомендовать, назначить крем Дефенд Плюс. Конечно же Дефенд Плюс. Еще один претендент еще один претендент на косметический Оскар. Крем Дефенд Плюс в объеме 50 мл. Компоненты крема блокируют все свободные радикалы всех трех семейств кислорода, азота, углерода. Все свободные радикалы это не только медиаторы старения, еще медиаторы воспаления. То есть противовоспалительный эффект мощный. Посмотрите, кто липокроман-6, который селективно блокирует и элиминирует свободные радикалы азота, которые, мы говорили, являются медиатором воспаления при сосудистых типах воспаления. Блокирует радикал нитроджениум-С, солитариум. У нас свободные радикалы азота, которые производятся индуцибельные монооксиды азотсинтазы. Именно эти свободные радикалы азота реализуют воспаление у пациентов с куперозом и эрозоцитом. Мощный-мощный противовоспалительный эффект у крема, у этого компонента. Масло ши, питательное масло ши, 4% маслянистый крем. Я его очень люблю в качестве ночного крема. Фитиновая кислота уменьшает активность, уменьшает агрессию. Медь зависимый, коллагеназа, терзиназа, отбеливающий, геропротективный эффект. То есть замедляется процессы деструкции. Самая большая проблема у наших пациентов с куперозом и с акнорозацией, это не только эстетический дефект, который, в принципе, можно замаскировать при помощи плотных средств для макияжа. Проблема в том, что они стареют намного быстрее, по-моему, в 4 раза быстрее. Кто помнит семинары Гвида в Италии? В 4 раза быстрее стареют такие пациенты, потому что через инфломейджинг происходит прогрессия старения, деструкт, они разрушаются очень быстро. И вот наша с вами задача замедлить эти деструктивные процессы, старение, замедлить фитиновая кислота в концентрации 4%. Я сейчас разрыдаюсь просто от радости, от счастья, от восторга. 4% фитиновой кислоты в составе крема, в общем, уменьшаем агрессию, иметь зависимые коллагеназы и террозиназы, отбеливающие геропротективный эффект. Идибинон в кристаллических декстринах, производные коэнзимы Ку-10, антиоксидантный, антигипоксантный эффект. На фоне воспаления, отек, эритемы происходит всегда тканевая гипоксия. Поэтому очень часто, когда воспаление хронизируется, возникает синюшность. Если эритемы приобретают синюшный оттенок, почему это происходит? Потому что гипоксия, гипоксия, дефицит кислорода, поэтому синюшность. Это вот идибинон, производный коэнзимы Ку-10, это антиоксидант, антигипоксант. Невероятно полезен при хронических типах воспаления, критерием которого является синюшный оттенок у эритемы. Тетропептид-2, биомиметический пептид. Что же имитирует? Биомимикрия, это имитация, это подражание. Чему подражают? Эффекты каких компонентов нашего организма имитируют этот пептид? Фактор тимуса, тимолен. Пептид так и называется, тимолен. Фактор вилочковой железы. Этот пептид обладает способностью моделировать местный иммунный ответ. Моделировать местный иммунный ответ. Иммуномодулирующий пептид. Если местный иммунный ответ нормальный, то никакого воздействия он не позитивного, не отрицательного он не произведет. Если местный иммунный ответ снижен, он его простимулирует. Если местный иммунный ответ избыточен, повышен, он его супрессирует. Вот такой уникальный биомиметический пептид, обладающий способностью моделировать местный иммунный ответ, иммуномодулятор. Акнорозация, мы говорили, это гипериммунное воспаление. Ну, слишком много там всяких иммунных факторов активируется в переваскулярной зоне. В качестве ночного крема Defend+. То есть утром хомеороз и хомеоджен, вечером хомеороз и Defend+. Длительность такой терапии от 2 до 4 месяцев. И, в общем-то, более, от 2 до 4 месяцев. Более длительная терапия тоже возможна в зависимости от клинической динамики. Вот такой замечательный домашний уход. Мы с вами в самом начале сказали, что без витамина С эту проблему мы с вами что? Не решим. Поэтому мы должны добавить источники витамина С в нашу схему. Каким образом, какими препаратами, на каком этапе мы достигнем этой цели? Вот и смотрите, если у пациента, он к вам только обратился, у него острые признаки. Острые признаки острого воспаления, яркой ритема, отек. Тогда мы сначала, конечно же, назначим крем HOMEOROS в качестве сыворотки утром и вечером. Как только острое воспаление купируется, допустим, через 2 месяца, а пациент входит практически в ремиссию, через 2 месяца вы можете отменить HOMEOROS и назначить в качестве сыворотки. Какую сыворотку в домашний уход вы назначите пациенту с куперозом с розоцией, которая является источником витамина С стабильного и биодоступного? Какую сыворотку, коллеги, вы бы посоветовали нашему с вами профильному сегодняшнему пациенту? На фоне острого воспаления, наверное, мы эту сыворотку не назначим. Мы ее назначим на этапе стихающего обострения или уже в фазе ремиссии. То есть сначала мы должны купировать острое воспаление. Для этого мы назначаем сыворотку HOMEOROS. Редоксил, мои умницы. Редоксил. Редоксил мы назначим. Почему? Витамин С, резвератрол и липок роман 6. Да, редоксил. Редоксил. Молодцы. Всем пятерки, всем зачеты и всем чмоки большие. Молодцы. Конечно, редоксил. Редоксил, коллеги. Редоксил. Редоксил. Молодцы, молодцы, молодцы. Но все, у меня настроение лучше. Убить уже никого не хочется. Вот видите, как просто поднять доктору настроение. Грамотный ответ. Очень люблю умных интеллектуальных людей. И женщин в том числе. Молодцы, молодцы. Вы меня порадовали. Вот, видите, вы все знаете. Молодцы. Недаром, недаром я тут распинаюсь практически каждый день уже второй год. Да, молодцы. И, конечно, редоксил. Редоксил тоненьким слоем. Это сыворотка, это концентрат. 2% резвератрола. Утром под хомеоджен. На ночь под ДФН+. Да, да, молодцы. А ну-ка, мои умницы, еще меня порадуйте. Если у нас розоцея иритематозна папула пустулезна. У пациентов папула пустулы, которые очень любят локализоваться центрофициально, в отличие от акне вульгарис. Потому что акне вульгарис воспаление чего? Это сально-волосяного фолликула. Папула пустулы при акне розации не связаны с сально-волосяным аппаратом. Почему акне розации любят центрофициальную локализацию? Почему вот здесь, в центре? Потому что сосуды. Да, я вас как-то уже задавала вам такой вопрос. Кто-то мне очень быстро написал в чате, ответил. Сосуды. Сосуды получают раздражение, потому что именно вот эта зона первая получает удар ветра, солнца и всех внешних раздражающих факторов. Поэтому, если у пациента папула пустулезная разновидность акне, на фоне разлитой иритемы имеются папула пустулы, не связанные с сально-волосяным фолликулом центрофициальной локализации. Мы ставим пациенту диагноз розацея иритематозно-папула пустулезная, различные там легкой, средней, тяжелой степени тяжести, зависимо от выраженности этих проявлений. И тогда в домашний уход. На первый план какой кремушек у нас выйдет, какое средство у пациента с иритематозно-папула пустулезной формой розацея? В первую очередь, вы что назначите ему? Понятно, что очищение, правильно? Какое средство? Иритематозно-папула пустулезная. Хомеороскрем. Оксисто. Светлана. Мозговая. Вот это да, Светлана. Да, Татьяна, вы правы. Конечно же, хомеорос и оксисто. Хомеорос впитали утром. Оксисто в качестве основного дневного крема. Оксисто можно утром и вечером. В качестве ночного крема можно позволить себе и Дефенд Плюс, скорее всего. Можно и хомеоджен. Но чаще всего я назначаю так. Хомеорос утром. Оксисто сверху. На ночь. Хомеорос и Дефенд Плюс. Вот такая частая комбинация, если клиника эритематозно-папула пустулезная. Оксисто. Да, потому что на коже есть септическая компонента. Поэтому хомеорос, вы правы, кто написал хомеорос, и оксисто. Хомеорос и оксисто. Если эритематозно-папула пустулезно, до 4 месяцев можно применять оксисто. В монодозе 2 мл. Оксисто можно использовать как масочку, тоже знаете. Крем оксисто 2-3 раза в неделю. Можно наносить в объеме более 2 мл. Как масочку 5-6 мл. С экспозицией до 40-60 минут. После такой длительной экспозиции сбытки просто промакиваются. И все. Оксисто не имеет санскрина. Поэтому почти все мои пациенты с розоцей используют перфекции. Бибикрем. Бибикрем. Вот уж чему нельзя подвергать розоцейную кожу. Это инсоляции. Поэтому всегда усиливаем санскрин. Либо при помощи моего любимого бибикрема Перфект С. Либо при помощи SPF 50 Total Protector. Тотальный протектор. SPF Total Protector. SPF 50. Чингванта. 50. Усиливаем особенно в период активного солнца. Розоцейная кожа не дружит с ультрафиолетом абсолютно никак. Ни под каким соусом. Усиливайте, усиливайте. Фотопротекцию. Договорились. С домашним уходом понятненько. В зависимости от клинической формы, в зависимости от степени тяжести мы ее формируем с учетом всех симптомов, с учетом всех клинических особенностей нашего с вами пациента. Да, полипрагмазия от 5-6 до 8 средств может использовать наш пациент в домашнем уходе. Почему? Потому что розоцея у нас такая полиэтиологична. Наши пациенты полиморбидные. Ну, поэтому от полипрагмазии никуда не денешься. Одним средством не решишь проблему. Поэтому набор средств, да, целая такая вот артиллерия. Ну, как-то так, как-то. Да, можно подумать, дерматолог в полуклинике назначит, да, что-то одно. А что-то и назначит, оно неэффективно, как правило, да. Да, очень часто пациенты от дерматологов приходят к косметологам, потому что разочаровываются в назначаемой терапии, потому что она неэффективна. Да, вот такие у нас дерматологи. Не умеют лечить акне вульгарис, не умеют лечить акне розоцея, поэтому очень часто пациенты от нас мигрируют к косметологам. Потому что у нас есть косметологи, которые более грамм. Ну, понятно, что косметолог с высшим медицинским образованием, он более грамотный, чем дерматолог. Потому что косметолог – это и дерматолог, и косметолог одновременно. Два в одном получается. Дерматолог – он просто дерматогенеролог, а косметолог – это все, это все включено. Поэтому мы с вами, косметологи, более грамотными. Так, дерматологи, не обижайтесь там. Но факт остается фактом. Поэтому наши пациенты мигрируют к косметологам. А тем более у нас такие инструменты, нанотюннель, методы предлагают. Профессионально хоть что же мы посоветуем, что мы назначим пациенту в салоне, какие процедурки мы проведем. А давайте запишем секретный протокол доктора Семенова. Да, Елена Прохорова, вы правы, еще психологи, сексопатологи, ветеринары зачастую. У меня минозин всегда с собой в шприце заряжен. Трифтозин и галлоперидол. Еще дорожка лития-карбоната. Итак, давайте запишем секретный протокол. Делюсь с вами этим протоколом только потому, что вы молодцы у меня. Вы молодцы. У меня специалисты высокого уровня профессионального. Давайте запишем протокол. Антирозоцин. Давайте вот так его и назовем, так и запишем. Знаю, что некоторые специалисты записывают в тетрадочках, поэтому часто повторяю и стараюсь медленно говорить, когда вы записываете. Антирозоцинный протокол профессиональный. Антирозоцинный. Антирозоцинный. Первое. На первый модуль, конечно, очищение и подготовка. Конечно же, мы… Клинмейкап. Молочко. Клинмейкап. Это первое. Второе. Какой клинсер мы с вами применим на этапе очищения, уважаемые коллеги? Какой клинсер? Первая фаза. Молочко. Молочко. Клинмейкап. Обязательно, коллеги. Обязательно. Есть макияж. Нет. Не важно. Просто обязан нанести этот продукт и смыть его после экспозиции салфеточками, водой комнатной температуры. А какой клинсер будет профильный для нашего пациента? В профессиональном уходе Леночка. Предлагают клинфизио, Оксана Петровна. Если бы мы говорили о нейрогенном воспалении, я бы сказал клинфизио однозначно. Но клинсеры мы подбираем с учетом статуса эпидермикус. Помните, что переваскулярное воспаление – это воспаление сосудистого, оно в дерме, а клинсеры по состоянию эпидермиса. То есть, как правильный ответ – смотри эпидермис. Это может быть и клинфизио, и клинсер 10, и клинсер 15. Пятипроцентный в домашнем уходе. Ларисочка, мы сейчас с вами говорим о профессиональном уходе. Какой профессиональный клинсер? Мы разбираем протокол профессионального ухода. То есть, а правильный ответ не прозвучало. Смотри эпидермис. Это может быть и клинфизио, и клин 10, и клин 15. Может быть? Может быть, конечно. Потому что роговой слой может быть абсолютно разным у пациентов. Помните, я вам говорю, что у меня есть пациенты, у которых сосудистое воспаление существует в изолированном виде. У них нет нейрогенного воспаления. Поэтому не клинфизио мы им применим, а клин 10 и клин 15. Есть пациенты, которые мы даже микстронг 20% применим с гиперкератозом. Бывает такое? Бывают разные варианты сочетаний. Мы же говорим, что пациенты полиморбидные. И сосудистое воспаление в дерме, а нейрогенное воспаление в эпидермисе. Поэтому клинсеры, очищающие средства и в домашнем уходе, и в профессиональном уходе, подбираются с учетом статус эпидермикус. Если роговой слой при этом тонкий, стонченный, сочетается наше сосудистое воспаление с нейрогеном, тогда, конечно же, клинфизио мы с вами применим такому пациенту. Если у пациента гиперкератоз, ну не чувствительная кожа, у него нет, плюс гиперкератоз, мы обязаны применить клинсер 15-20. Или клинсер 10 как наиболее такой универсальный, кератопластический. Если роговой слой более-менее нормальный, порог чувствительности более-менее нормальный. Чувствительность – это нейрогенное воспаление. Не путайте эти понятия. Сосудистое воспаление в дерме. Нейрогенное оно в эпидермисе. И самые разные варианты сочетания этих проблем. От полного отсутствия, высокий порог чувствительности, гиперкератоз, до полного соответствия, сочетания. То есть и нейрогенное, и сосудисто. Они могут сосуществовать параллельно. Но это разные типы воспаления в разных слоях кожи. Вот так бывает, что для наших косметологов есть орган кожа. На коже. И все. Увлажняем что? Кожу. Сухая кто? Кожа. Омолаживаем что? Кожу. Стимулируем кожу. Ну, извините меня, у нас есть эпидермис и дерма, и дермоэпидермальная юнктура, и ПЖК, и так далее, и тому подобное. То есть это очень сложный, многослойный орган. И там разные клетки в эпидермисе и в дерме. И то, что является биоритализантом для дермы, не является таковым для эпидермис. То есть это разные подходы. Поэтому у нас есть этап кераторегуляции в домашнем профессиональном уходе. У нас есть этап биостимуляции. Это разные модули. Это разные препараты. Проблемы решаются разными препаратами, средствами и методами. Поэтому не путайте нейрогенное воспаление с сосудистым перевоскулярным. Да, они могут сочетаться. Тогда вы клинфизио примените. И если повышенный порог чувствительности с гиперкератозом, клинфор 15 или микстронг. Понятненько, коллеги, да? Согласны со мной? Есть такой принцип в начинале. И практически на каждом вебинаре я вам это говорю. И вы как-то пропускаете это мимо ушей. Очищение в начинале. И в домашнем уходе в начинале. Мы выбираем по принципу статус эпидермикус. Вот больше не попадайтесь на такие вот мои уловки. Да, да, зачет сегодня никто не получает. Доктор злой. Всем прописываю клизму. Да, да, да. Итак, клинсер, смотрите, эпидермис. Понятненько, да? И третий, третий компонент. Третий компонент первого модуля нашей процедуры антирозацийной – это озон Витал. Озонированное подсолнечное масло. Пока кожа у нас еще влажная, можете использовать увлажнитель в виде спрея, ваш любимый, качественный. И на влажную кожу впитываем небольшое количество, небольшое количество чего? Озонового масла. И впитываем. Сделаем? Сделаем. Да. Впитали озоновое масло. Как только озоновое масло впиталось плавненьким, нежненьким массажиком. Мы можем приступать ко второму модулю. Второй модуль у нас какой? Второй модуль профессиональной процедуры – это кераторегулирующий модуль. Мы можем применить пилинг из категории кераторегулирующих с учетом статус эпидермикус. Да, вы понимаете, это может быть и полисофт. Вот никогда не ошибетесь. Никогда не будет ошибкой, если вы используете полисофт. Есть у нас такая палочка-выручалочка. Да, пилинги кераторегулирующей категории. Оксана Петровна, уточняйте, у нас есть две категории пилингов биостимулирующих и кераторегулирующих. Конечно же, кераторегулирующих. Да, вы можете нанести миндальный комплекс с резвератролом. Там сколько противовоспалительных компонентов в составе миндального комплекса. И резвератрол, и босвелесферата, и селективный ингибитор босвелевая кислота, и селективный ингибитор цикла оксигеназа второго типа. Или миндально-фюруловый пилинг. Скорее всего, мандокомплекс. Миндально-фюруловый вряд ли. А вот миндальный комплекс в перке, но почему нет? Так, либо пилисофт, либо миндальный комплекс с учетом рогового слоя. Миндальный комплекс требует нейтрализации. После экспозиции 5-6 минут мы нанесем нейтрализатор и смываем. На одну-две минутки нейтрализатор и смываем. Пилисофт не предполагает этапа нейтрализации. То есть нейтрализатор только при условии, если применяем миндальный комплекс. Неутрализатор. Миндальный комплекс значит нейтрализатор. Если вы нанесли полисофт, ведем его влажно. Помните, полисофт нанесли, распределили. На лицо, шею примерно полтора-два миллилитра. На веке можно тоненьким слоем, на губы тоже можно полисофт. Замечательный наш полисофт. Влажные салфеточки, полотенчика. До 10 минут полисофт можно до 10 минут экспозицию выдерживать. С учетом, конечно, индивидуальной реакции. Луизочка меня сегодня радует из Могилова. Молодец, молодец. Либо полисофт без нейтрализации через 10 минут смываем, удаляем избытки. Либо миндальный комплекс, но тогда миндальный комплекс нужно нейтрализовать и смыть. И на этом модуль, кератерегулирующий у нас что? Заканчивается. Заканчивается наш кератерегулирующий. Следующий модуль уже модуль специалистов. Третий модуль. Решаем профильные задачи, проблемы. Третий модуль красным цветом. Конечно, сыворотки и маски. Тут без вопросов. Хомеороз. Сыворотка профессиональная. Объемом 30 мл. Примерно миллилитр. Наносим, впитываем на лицо. Тоненьким слоем веки в пределах орбитальной косточки. Шея с акцентом на очаги воспаления. Хомеороз серум нанесли в питали. И опять-таки можно сделать хитрую масочку. Хомеороз масочку в равной пропорции можно смешать с чем? С чем можно смешать хомеороз масочку? Плюс финишный крем. Либо нормал крем. Если наш пациент возрастной, используем нормал крем. Если пациент молодой, биологически молод, тогда используем футюр крем. Крем будущего. Либо футюр, либо нормал крем. Либо нормал, либо футюр. Любой из финишных кремов. У нас их на Тинуэль аж два. Боже мой, как же в них не запутаться. В двух кремах финишных очень сложно. Но можно. Нормал крем используем в качестве финишного, когда работаем с возрастным пациентом. Футюр крем с молодежью. То есть самым универсальным является футюр крем. Он подходит и для возрастных, и для биологической молодежи. Нормал крем привязан к возрастным пациентам. Поэтому если вы начинающий специалист, у вас есть цель уменьшить затратную часть, то можете приобрести футюр крем и финишировать все уходы. Все до одного. Но это не очень правильно. Правильно, нормал крем использовать для возрастных пациентов, для молодых футюр крем. Любой крем один к одному. Смешивайте с хомерос масочкой. Два плюс два или три плюс три в равной пропорции. Замешали, нанесли. И масочку эту несмываемую смешанную тоже ведем влажно. Влажные салфеточки положили сверху. Помните, в чем я смешиваю, в чем я смачиваю эти салфеточки косметические? В термальной элитной воде по типу боржом, ессентуки. Четыре, семь, шестнадцать любые. Смочили, положили. Пленочка тут, конечно же, не нужна. Но полотенчиком прикрываете 15-20 минут экспозиция. Экспозиция 15-20 минут. После экспозиции снимаете салфеточки. Остатки просто впитываете. Впитываете. И пока наша смешанная масочка еще не впиталась, пока она на коже влажная, что нанесем? Какой финишный компонент? Вишенка на торт. Эй, конечно, BB-крем. Перфект С. Перфект С. Это наш BB-крем с высоким санскрином, с SPF-20, с витамином С. Хорош он будет нашим розоцинным пациентом. Никотинамид 4% в составе перфекта С. Конечно, Эльсия молодец. Перфект С. А что же еще? Что же еще перфект С назначена? Перфект С, мои хорошие. SPF-20, витамин С, 3% аскарбилпалиметат. Никотинамид 4%. Пептид противовоспалительный. Перфект С. И в домашний уход, и в профессиональный. Небольшое количество растушевываем. Наносим. Очень нравится Луизе Смагиловой перфект С. А, научились пользоваться, да? Вы согласны со мной, что если кому-то перфекция не нравится, его просто не умеют использовать. Если вы не любите кошек, но вы не умеете их готовить просто. Если вам перфекция не нравится, вы просто научитесь его использовать. Небольшое количество крема быстренько растушевываем равномерно по еще влажной основе. То есть домашний крем или профессиональный финишный крем еще должен быть на коже влажной, не совсем впитаться. Тогда вы имеете возможность небольшое количество BB-крема перфект С растушевать. И Виктория пишет в чате, что это лучший BB-крем. Виктория с вами согласен, готова подписаться под вашими словами. Это лучший BB-крем перфект С. Вот это факт. Растушевали. И что? И все. Отпускаем пациента на хаос. Отпускаем его домой. С рекомендациями не умываться 6-8 часов. Умывается на следующий день. Умывается на следующий день. И таких процедур мы проведем. Если наша процедура, наш антирозоценный профессиональный уход основан на пылесофте, то номером Quantum Satis до номером 10 или и того более с интервалом раз в неделю, с интервалом раз в 7-10 дней. Номером Quantum Satis до результатов. С интервалом 7-10 дней до результатов. 10-15 до бесконечности. Пылесофт не имеет ограничений по номеру процедур. Вот вам и, пожалуйста, такой замечательный уход. Можно его как-то отмоделировать? Можно еще что-то добавить? Можно. Если сыворотку редоксил сюда добавим, ну разве это будет плохо? Это будет хорошо. Или сыворотку С25 из домашнего ухода можно добавить? Буквально несколько капель. Мы же говорим, что без витамина С проблема не будет решена. А что еще сюда можно добавить, коллеги? Какой этап, какое дополнительное воздействие можно добавить? Нормалайз скин можно добавить в этот протокол под дермапен или под мезороллер? Нормалайз скин можно? Можно. Даже нужно. Почему? Потому что у нас противовоспалительный. Несли, например, на этапе кераторегуляции полисофт на озоновое масло под салфеточки. Убрали избыток через 10 минут. В шприц набираем 2 мл препарата Нормалайз скин Чи Эр. Орошаем зону за зоной и обрабатываем дермапеном с насадкой нано или с игольчатой насадкой отрегулируемой длиной 0,2-0,25 без кровяной росы. Можно добавить? Можно добавить Нормалайз скин под дермапен или мезороллер. Можно даже микропапуль наводить. У меня замечательные фотографии. Коллеги из Самары мне прислали результаты, которые меня впечатлили и шокировали. Четыре процедуры Нормалайз скин микропапульна. И пациентка с хорошей розоцей эритоматозно-папулопустулезной в полной клинической эмиссии. Вот вам и все. Нормалайз скин очень показан пациентам с нашим профильным сосудистым перебускулярным типом воспаления. Почему? Потому что витамин С есть? Есть. Наш любимый С-аденозилметионин есть? Есть. Который тоже переводит макрофагии из фенотипа М1, когда они цитотоксичны, противовоспалительный фенотип М2. Они становятся противовоспалительными. Вот Нормалайз скин, пожалуйста, добавьте либо инвазивными, либо малоинвазивными методиками. Можно интегрировать прямо в структуру нашего протокола после этапа кераторегуляции. Логично использовать полисофт иголочкой 34G на 4 или драмапеном, или мезоролером. И буквально завтра, уважаемые коллеги, в 13.00, завтра вебинар в 13.00 начинается. Леночка Владимировна Юр вам расскажет, какие возможности у нас есть по интеграции стерильных растворов, наших стерильных препаратов, структуру с рационно-аппликационных методик. Обязательно завтра послушайте вебинар. Повторяю, в 13.00 завтра начало вебинара. Очень важный, очень интересный вебинар. Очень важная тема. С профуходом понятненько, да? Пожалуйста, интегрируйте, объединяйте его со стерильными препаратами. Именно Нормалайскин. Потрясающие, невероятные результаты. Пер-РОС, какие же препараты внутрь, какие витамины, какой характер питания мы порекомендуем. Холистический подход, не забывайте реализовать. Мы пропагандируем холистический подход к решению проблем, в том числе эстетических наших пациентов. Помните, что убираем из рациона питания, резко ограничиваем, уменьшаем раздражающие препараты. Острое, соленое, пряности, перец, алкоголь ограничиваем до нельзя. Табака, курень, образ жизни, питание соответствующее. Профильными будут вещества противовоспалительного действия и вазопротективного. Витамин С обязательно назначим. Но очень хорошо витамин С жирорастворимый аскорбилпальметат по типу метаболик С. Дозировки 500 миллиграмм ежедневно. Утром после витамин С Оксана Петровна меня в баню послала. Нет, Оксана Петровна, если только с вами. Вообще, конечно, да, высокие температуры нужно ограничивать. В баньку можно сходить, но не париться. Баню можно посещать, но избегать такого длительного воздействия высоких критических температур. Евгения уточняет. А можно Эйдж-спот добавить при куперозе? Ну, не нужно. Я согласен, там витамина С очень много. Да, и трониксамовая кислота. Ну, не знаю. Не знаю, Евгения Петровна. Попробуйте, как бы, да, есть логика в вашем предложении. Можно Эйдж-спот сером стериля, возможно, да, смиксовать один к одному со Skin Normalize и применить при куперозе. Почему это логично? Потому что там витамин С, там противовоспалительный пептид и трониксамовая кислота, ингибитор фибринолиза. Ну, попробуйте, попробуйте. Логично, логично, да. С баней понятно. В баню ходить можно, но не злоупотреблять. Не ходить в парную, зайти на минутку, подружкам плеснуть водички на камушке и закрыть их там, да. Пусть парится, чучундры. На, все яд и все лекарства между ними доза. Кофе, кофе, кофе. Кофе, ну, если только не горячий, Луиза. Кофе, кофе можно, да, только не сильно горячий кофе. Кофеин очень хорошо. Зеленый чай очень хорошо. Итак, витамин С, ПРОС, мы назначаем в форме пальмитата. Ага, вот Евгения Петрякова говорит, что нечаянно увидели такой сосудистый эффект. Ну, витамин С, конечно, да. Лечили пигментацию, а звездочки значительно улучшились, практически разрешились. Очень логично, очень логично, мои хорошие. Очень логично, да. Да, вот Евгения Петрякова уже, уже эмпирическим путем. Да, многие открытия получаются случайно эмпирическим путем. Да, я с вами согласен. Вот как я ревенол, профессиональный пилинг, ревенол 6% ретинолом назначал пациентам возрастного профиля, и побочно я увидел улучшение пигментации, и даже кератомы актинические, такие небольшие, они практически разрешились у пациента. Назначал при одной патологии и увидел динамику на другую патологию. Да, согласен с вами. А витамин С, ПРОС, назначим 500 миллиграмм после еды утром. Витамин С надо утром применять. Как длительно, Ирина спрашивает, как длительно? Длительно. В такой дозировке можно и 4 месяца совершенно спокойно применять. 500 миллиграмм аскорбил пальмитат. А обязательно нужны вазопротекторы, препараты из группы витамина П. Помните, почему? Группа витамина П называется витамином П. От какого? А слово проницаемость. Это витамины, регулирующие проницаемость. Это флавоноиды. Обязательно назначим рутин до 500 миллиграмм. Гисперидин, метилхалькон или комбинированные препараты рутин и гисперидин, метилхалькон в одной форме. Флавоноиды обязательно, витамин С и флавоноиды. Резвиратрол, да, почему? Потому что резвиратрол с витамином С ингибиторы гиалуронидазы. Ингибиторы, неселективные ингибиторы гиалуронидазы способствуют восстановлению нормальной полупроницаемости сосудов, уменьшают отеки. Резвиратрол параллельно, одновременно, витамины группы В из этой группы вместе с витамином С. Одним витамином С хороших результатов не добьешься. Обязательно витамин С в сочетании с биофлавоноидами, с витаминами группы В, с резвиратролом. Витамин Е, помните, он уменьшает воспаление пациентам с акнорозацией любой клинической формы, эритоматозной, эритоматозно-паполопустулезной, назначаю витамин Е. Обязательно в виде, в каком виде я его назначаю? В виде масла зародышей пшеницы стандартизировано по токоферолам, токотриенолам. Витамин В называется гисперидин метилхалькон или рутин. Есть рутин, есть гисперидин метилхалькон, а есть комбинированный препарат, в котором есть и рутин, и гисперидин метилхалькон. Разные есть препараты, просто знайте, что есть такие препараты, что их нужно назначать. Витамин Е в форме стандартизированного масла зародышей пшеницы, помните, дозировки у нас большие, 400 международных единиц в сутки. 200 витамин Е, 200 и у утром, 200 и у вечером после еды. 20 дней пациент принимает такую большую дозу и месяц перерыв. 20 дней принимает месяц перерыв. Витамин Е жирорастворимый, поэтому подвержен энтерогепатической рециркуляции и склонен к кумуляции. А большие, сверхбольшие дозы витамина Е могут оказать не противо, а провоспалительное действие. Потому что витамин Е нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным, потому что передозировка способствует деструктивным и воспалительным процессам. Поэтому 800 и у делим на 200 утром, 200 вечером после еды. 20 дней пациент принимает месяц перерыв. Через месяц можно повторить. И такая перемежающая схема. 20 дней месяц, 20 дней месяц. А как долго? Где-то до года. 20 дней принимает месяц перерыв. Вот такие препараты, такие рекомендации мы даем нашим пациентам. Очень важно в первую очередь устранить все провоцирующие факторы, экзогенные. Высокие температуры критичные, раздражающую пищу, алкоголь и никотинокурение, табакозависимость. То есть покуривать, попивать, конечно, можно, но очень контролировать, не допускать, чтобы наши эти факторы оказывали вредоносное телетворное воздействие. Не исключать полностью из своей жизни приятные вещи, но контролировать их, контроль. Все заключается в контроле. Если вы не можете это контролировать, обратитесь к специалисту по типу психиатра. Какая причина, почему вы не можете это контролировать? Запрещать не надо, но и передозировать тоже не надо. Истина посередине, истина посередине. Бескрайности. Аминь. Резвератрол, Луиза, инкапсулис, 100 миллиграмм в сутки достаточно, совершенно спокойно, до 4 месяцев. Резвератрол, инкапсулис. Или есть еще легко усваивается плохо резвератрол. Есть форма резвератрола, которая усваивается лучше энтеральным путем введения, применения. Называется метил, кто подскажет, как называется легко, высокобиодоступная форма резвератрола. Резвератрол – это какая у нас структура? Это птиростельбен, по-моему. Метилптиростельбен. Вот есть такая форма резвератрола, метилированный резвератрол. Птиростельбен. Птиростельбен. Это тоже резвератрол, только метилированный. И поэтому он лучше усваивается в тонком кишечнике. 100 миллиграмм в сутки, 4 месяца, совершенно спокойно, без перерыва. Можно принимать, потом сделать перерывчик в месяц. В общем-то, вот эту пятерку, нашу стандартную геропротективную пятерку доктора Семенова, совершенно спокойно можно назначать. Оксана Петровна уточняет, при подтвержденном гипотозе, можно ли витамин Е, можно, но не в такой дозировке. Панкреатиты, гипотозы, стеатозы, когда нарушена функция печени, конечно же, витамин Е в такой дозировке нельзя. Это очень большая доза, слишком большая доза для печени. Можно передозировать. Это пациенты можно просто порекомендовать добавлять в пищу масло зародышей пшеницы, просто в чистом виде. Не назначать препарат, витамина Е, просто масло зародышей пшеницы. В аптеке продается. Обращайте на срок годности, потому что быстро окисляется, прогоркает, портится масло зародышей пшеницы. То есть, как минимум, оно становится бесполезным, а то еще и токсично может стать. Мы сейчас говорим про здоровых людей. Конечно, есть и противопоказания. Смотрите инструкцию к препаратам. Читайте, там противопоказания, конечно, написаны. Противопоказания есть у всего. Спасибо, Оксана Петровна, за уточнение. Конечно, конечно, противопоказания есть у всего. СМЭ и инструкцию в разделе противопоказания. Вы же читаете, да? Аннотацию, которая к препарату прилагается. Надо читать внимательно. И не пропускайте, в общем-то, раздел противопоказаний и особенности дозировки. Спасибо за внимание. Завтра вебинар в 13.00, посвященный как раз возможности интеграции стерильных процедур, препаратов в наши сорбционно-аппликационные процедуры. В 13.00 я вас приглашаю, уважаемые коллеги. Спасибо за внимание. Надеюсь, информация для вас была интересна и полезна. Если вопросов нет, чмоки-чмоки, пока-пока. Все для вас, все для вас, уважаемые коллеги. Я очень люблю Натинуэль и не безосновательно, не просто так. Я хочу донести до вас эту информацию тоже. Любите Натинуэль, уникальная продукция, парафармацевтика, квазилекарственные формы, уникальная эффективность. Если вас интересуют какие-то вебинары, по каким-то темам, обратитесь к вашим региональным дистрибьюторам. Я знаю, что в Татарстане, в Казани, в чате, в группе косметологов наши дистрибьюторы выкладывают ссылки на уже прочитанные вебинары. В любой момент вы можете получить доступ к ним по ссылке, они закрытый доступ, ограниченный, только по ссылке. Формация секретная, предназначена только для профильных специалистов драматологии и косметологии. Драматология и косметология неразделимы, неразличимы, как геронтология эстетическая, да? Кожа зеркала здоровья, конечно. Дисфункция отражается сразу на нашем кожном органе. Поэтому мы должны знать и эндокринологию, и гастроэнтерологию, и кардиологию, и иммунологию, и психиатрию, согласен, и психологию. Я с вами прощаюсь до понедельника. Завтра вебинар в 13.00. Интеграция стерильных препаратов в протокол ассорбционно-аппликационных методик. Как можно объединить, на каком этапе. Ну все, чмоки, пока-пока. До свидания. Продолжение следует...